Вы попали на канал Малахов Тро. Веду его я. Часто спрашивают, кто я такой. Я человек, который веду себя так, как я себя веду. Имею на все вопросы, что касается окружающего меня пространства, свое собственное мнение. Если оно вам интересно, и если я вам интересно, пожалуйста, смотрите. Есть ряд вопросов, которые спрашивают меня, почему-то вы не голодаете. Вот мы поголодали, раньше голодали, сейчас нет. Я голод, конечно, использую. В случае чего? В случае надобности, если это надобно. А так я прекратил регулярные такие голодовки. Тем более, знаете, на продолжительность. Я думал, что с помощью голодания я решу свои проблемы со здоровьем. В основном со здоровьем. И когда я голодал, ну, допустим, тот же геморрой у меня донимал в свое время. Все, геморрой исчезал, отлично. Я начинал выходить. И, как бы говорит, по мере выхода этот геморрой возникал вновь. Это что касается геморроя. А также ряд других расстройств со здоровьем. И все это происходило на фоне того, что, да, выдержав голодание, получил, можно сказать, обновленное тело, привычки, которые были, они не менялись. И они опять начинали, так сказать, медленно, но верно отвоевывать свои позиции. Ага. То сначала вот только там, допустим, свежее там растительное питание, там, допустим, сыроедение. Ага, далее там небольшое отступление, там немножко вареного. Далее. Туда дальше, ага, праздник. Там можно и жареного. Далее, далее, далее. И все скатывалось на то, что и было до голодания. Вот. Вот это, конечно, не с первого раза до меня дошло, а в течение нескольких лет, но, тем не менее, дошло. И здесь лично для меня я вывел такую вещь. Важно. Важно устранить, вернее, изменить самого себя. Изменить привычки. Изменить потребности. То есть это более серьезная внутренняя работа. Она должна быть осознанной, понимаете. Вещи некоторые должны быть осознанными, а не просто что-то автоматически делаться и надеяться на то, что будет вот такой-то результат положительный, тем более закрепленный. Закрепляется только осознанным отношением к тому иному явлению, к самому себе, к своему здоровью. Вот тогда будет толк. И вот, когда в течение нескольких лет до меня вот такая вот истина дошла, я остался совсем по-другому относиться. И знаете, результаты, результаты пошли совершенно иные. Вот, поэтому я перестал делать что-либо такое, что значит, как бы сказать, выполняется в пожарном порядке, в авральном режиме, делается вот это вот над это, то все. Вот потому что аврал этот кончается, и все возвращается на круги свои. И я стараюсь, во-первых, не заводить себя до аврального состояния, когда что-то надо экстренно предпринимать. А второе, второе уже идет, знаете, какое-то интересное внутреннее успокоение, какая-то внутренняя гармония наступает. И тебе уже не требуется там что-то там чрезмерно поесть чего-то вкусненького, от которого ты раньше бы не отказался. А сейчас ты от него отказываешься, не сожалею, а просто с понятием того, что оно тебе не нужно. Вот оно в чем дело. И вот так вот я стал действовать в последнее время. То есть, возможно, возможно, должно быть какая-то наработка каких-то, допустим, экстремальных состояний, ситуаций в жизни, чтобы потом это все вылилось в некую мудрость, что а можно же жить совершенно иначе. Вот, допустим, завтрак у меня сегодняшний. Я встал довольно-таки поздно. Собираюсь ехать в Вьетнам. Вот. Я съел наверное, одну пятую семян тмина проглотил, вернее, запив водичкой и одну такую большую хурму. То есть, вот он мой завтрак. Ну, как-то этого достаточно. А вчера вообще я, по-моему, особо даже и не завтракал. Нормально так было. В обед пообедал. В ужин тоже особо не ужин. Чайка попил, орешка в горшочку съел, да и хорош. А когда бывает больше чего-то съем? А в обед, допустим, мы ем и сало. Сало вот в такую погоду холодную, сухую. Его хочется как продукт, который вытесняет из организма холод и сухость. особенно сухость. Вот такие-то дела. Вот поэтому я теперь работаю больше умом, главным инструментом, который нам дается. А не просто вот что-то тут делаю, ага, и думаю, такой там результат будет. вот у них собаки идут. Ну, страшно, конечно, руку давать, но... молодая самочка. Хочет... так, 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 так. Молодцы, молодцы. Все. Фу! Фу! А то они тут покусывают меня, пощипливают. Вот, с собаками, да, подружиться. вот она тут все хочет стать первой. Первой леди, да? Но еще подрастет-то, да, вот мамка, да, она уже особо ничего ей не надо. Вкусную, вкусную там штучку, да, и все. и она довольна. Да? Да, вот такие-то дела. Вот, поэтому главный инструмент у нас, рабочий инструмент, это наш ум. Не сознание, а ум. Ум именно работает в сознании. Именно умом мы направляем в свое там сознание, в свои мысли, свои там, как бы сказать, проекты сначала мыслительные в пространстве. И далее, и далее идет уже их материализация. Насколько вы там хотите. Вот своей жизнью я показываю, как она у меня осуществилась. И когда начинают меня поучать, поучать, да, причем, чтобы я был с ихних позиций, выходит, как бы сказать, вот поучения, вроде бы там какие-то там хорошие. Но поучения ведут к тому, в конце концов, что, чтобы я был больным, чтобы я был неуспешным, чтобы я был заурядной личностью. А мне не хочется. Я в 90-е годы, в начале 90-х годов рассчитался с более-менее нормальной работой. Начальник спасательной станции я тогда работал. Для того, чтобы отправиться в открытие плавание по самореализации. Вот так она у меня проявилась. И сторона, оздоровительная сторона, это только одна сторона, одна грань. Дальше у меня разные грани, разные интересы. А когда мне предлагают все это свернуть и стать заурядностью, я это просто не приемлю. и таких учителей просто-напросто я буду из своей жизни удалять. В кавычках. И знаете, вот вообще вот эти все поучения они толком ни к чему не ведут. Потому что у каждого человека свои наработки, свое мировоззрение. И просто его не столько поучать надо. Как рассказать, вот смотри, механизмы, вот так вот, вот так вот будешь действовать, это приведет к тому-то, тому-то, тому-то. И все. А дальше он пробует, выбирает. Как, где ему там лучше. Оба! Три километра пройдено. вот. И еще вдобавок, знаете, что получается? Несмотря на то, что я сначала огромное количество видео посвятил тому на канале, что как-то я объяснял, кто я такой, чем я дышу, что там-то, это, все равно находятся люди, которые ничего-то не видели, ничего не это, или видели, но по-иному к этому отнеслись, у них совершенно свое представление, а оно и должно быть таким совершенно своим, но никакого рожна его навязывать другому. Я же вот рассказываю, видите, вот так вот, я же, а другой, думаю, совсем по-иному, вот, с его позицией. это должно быть так, это как, знаете, сидит в дзоте, и он только видит вот в амбразуру, кто там бежит, и все, вот это вот и все его видение. А за амбразурой, что там творится сверху, сзади, а то и снизу, он даже понятия не имеет. И таким людям говоришь одно, они это понимают совершенно иначе. Такова природа человеческого сознания. И, кстати, когда я смотрю ситая рама, почему я, не хочу сказать, что я подсел на этот сериал, а вот там как раз и разбираются вот все эти вещи. Вот говорится одно, что так нельзя поступать, а там поступают. Вот. Исследуются причины, мотивы, откуда это идет. просто мне лично интересно. Мне вообще интересно получать информацию, ко многому ты как-то не созрел, хотя прочитал, она так прошла мимо тебя, другая пришла вовремя. у каждого своя судьба идет своим путем. И тут как-то не говорит вот это хорошо, там коммунизм хорошо, капитализм плохо, одна религия хороша, другая религия плохая, верная, неверная и так далее. в едином мире и вот все такое творится мерзопакостное. и поэтому важно иметь свое мнение, а для этого надо иметь смелость, чтобы иметь свое мнение, чтобы его отстоять, чтобы в ситуациях различных выстоять. А у меня их было предостаточно разного рода.